Приветствую вас, и ваше переедание с точки зрения именно психологии является не причиной, а следствием. А причина вашего переедания лежит в другом. Это либо страх, либо какие-то желания, да, то есть потребностная сфера, либо некая такая негативная установка, связанная с тем, что вот вы должны сделать себе, ну, например, плохо. То есть у переедания есть свои причины. И только вся в том, на самом деле, только вся в том, чтобы не бороться именно с перееданием как таковым вообще. Потому что оно имеет основание, да, оно имеет под собой, как бы, корни, вот. А вся тонкость в том, чтобы помочь вам увидеть, что стоит за перееданием. Что стоит за тем, что вы, ну, вот, испытываете. В противном случае, эм, так называемое, побаривание, переедание приведёт к тому, что, ну, в лучшем случае есть вы, может быть, перестанете, но начнёте складываться во что-то другое. Например, например, там, в работу, допустим, из чувства вины, например, ну, например, например. То есть вариантов здесь на самом деле может быть очень много. И все варианты, все варианты не являются для вас чем-то хорошим, чем-то правильным. А самое главное не является чем-то полезным, потому что ключевую проблему, так называемый корень, да, корень проблемы, вы не решите. Вы не сможете её, эм, не сможете разрешить, эм, значит, корень-корень проблемы, потому что вы его так и, в общем-то, не увидите. Вы не увидите, эм, эм, корень, корня проблемы, ну, именно корня, эм, корня своей проблемы. Поэтому, эм, я предлагаю вам отказаться от идеи побороть, эм, что-либо. И вместо этого, вместо этого, вместо этого, я предлагаю вам просить себя, а чего-то я хочу. Вот, конкретно вы, чего хотите, или хотели бы, вот, конкретно вы, вот вы, когда передаете, что происходит непосредственно, например, перед этим, перед, перееданием, что происходит, какие-то события влияют на, влияют на вас так, что вам хочется это делать. Эм, что вы чувствуете в этот момент, что вы ощущаете в этот момент, чего хотите в этот момент, какие у вас желания. Подумайте. Я не думаю, что вам хочется именно, эм, именно есть. Я не думаю, что речь идёт именно об этом. Я думаю, что, что, скорее всего, вам хочется чего-то иного. Защиты, может быть, может быть, спокойствия, гармонии, которую вы, вероятно, получаете, когда, когда, эм, едите. Вот об этом и стоит поговорить. Кроме того, очень важно увидеть, что стоит за фактом начала вами переедания. То есть, когда вообще это произошло первый раз? Когда это случилось впервые? Что была за ситуация тогда? Какой был ваш эмоциональный фон по поводу неё, ну, по поводу этой ситуации? Какой был конфликт основной в этой ситуации, в которой вы оказались? Что это был за конфликт? Постарайтесь, эм, постарайтесь, подумайте об этом. На самом деле, это очень, очень важно. Вот, я думаю, что, если вы постараетесь, то вспомните. И вот тогда, именно тогда, что интересно, вы и выбрали для себя такой путь. Путь заедания проблем. Решение вам и было принято. Либо вы не видели другого выбора у себя, либо вам как-то, как-то внушили, что вот так нужно действовать и всё. Может быть, есть что-то ещё, о чём я не знаю. Конечно, вам может быть потребуется помощь врача. Потому что, ну, к сожалению, не так просто выйти из того вот состояния, в котором вы оказались. Вполне вероятно, что потребуется помощь. Но, я думаю, что, если вы постараетесь, то сможете преодолеть любые проблемы. То, что вам сейчас нужно сделать, это... А, обратите к врачу, если есть какие-то сложности. Ну, я имею в виду физиологические сложности. И, б, начать работать с психологом именно по данным проблемам для того, чтобы уловить их корень. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...